Вы знакомы с правилом 50 на 70? Оно звучит так. Когда вы говорите с кем-либо, 50 процентов времени вам надо делать с человеком зрительный контакт. Когда вы слушаете кого-то, то 70 процентов времени. В сегодняшнем видео мы обсудим то, как вам прокачать ваш контакт глазами. Я дам вам 21 совет. Совет номер один. Знай свое место. Хотите получать обратную связь от доверенных лиц или работать с коучем, но вы не знаете, достаточно ли вы смотрите в глаза или наоборот мало времени. Если вы не будете смотреть в глаза достаточно времени, то за вами закрепится ярлык слабого. А если смотреть долго, то это уже воспримется как агрессивность. Совет номер два. Знай, как долго удержать контакт глазами. В среднем это около трех секунд. Когда вы болтаете с людьми, то считайте про себя раз одна тысяча, два одна тысяча, три одна тысяча. После чего спокойно можете отвернуться на пару секунд. И покивать головой, как хороший слушатель. Следующий совет. Как оказывать влияние, когда говоришь с группой. Вам надо смотреть людям в глаза, чтобы они запомнили, что вы говорите. Исследования 2006 года Стерлинского университета выявили, что когда ты ходишь глазами по аудитории, говоришь о чем-то важном и хочешь и держишь с ними зрительный контакт, то они более восприимчивы к информации и лучше ее запоминают. Следующий совет из области секретной информации. Оказывается, когда мы смотрим на человека довольно долго, 5, 8, 10 секунд, и они это понимают, в таком случае они более предрасположены говорить правду. Так что если вам надо получить правду от кого-то, просто смотрите на него долго и увидите, как правда польется из человека. Следующий совет для тех, кто хочет, чтобы его запомнили. Это исследование университета Радгарс. Они обнаружили, что когда мы делаем зрительный контакт, и вы хотите, чтобы вас запомнили, это хорошо работает как с мужчинами, так и с женщинами. После того, как вы повернули голову, продолжайте сохранять зрительный контакт столько, сколько получится. Следующий совет, он больше как предупреждение. Стоит быть поаккуратнее с авторитетными лицами, если вы слишком много смотрите им в глаза. Скажем, это ваш босс. Убедитесь, что вы не делаете слишком много зрительного контакта, когда говорите с ним. А сейчас обсудим, когда стоит смотреть в глаза. Очень важно смотреть в глаза в самом начале разговора. Лучше смотреть в глаза, а уже после того, как контакт был установлен, посмотреть куда-нибудь еще. Далее будьте справедливы в распределении вашего внимания. Иногда это реально трудно. Особенно, когда кто-то говорит, и вы хотите оказать ему уважение. Или когда общаетесь с аудиторией. Сканируйте комнату, не фокусируйтесь только на одном человеке. Оказывайте должное внимание людям по краю и в центре. Следующий совет для вас, путешественники. Когда вы едете в новую страну, разберитесь в культурных правилах. Потому что меняется не только обстановка, а также может быть другая религия. И зрительный контакт может восприниматься совсем иначе, чем в вашем родном городе. Да, нам могут сделать поблажку, как иностранцу. Но иногда это может спровоцировать конфликт. Так что вы можете предостеречь нежелательные ситуации, просто зная базовые правила новой культуры. Давайте поговорим о зрительном контакте между мужчиной и женщиной. И в первую очередь надо понять. Если она смотрит на вас, это еще не значит, что она заинтересована в вас. Надо учитывать окружение. Вы на работе? Тогда она может смотреть на вас, чтобы спросить какой-нибудь вопрос, потому что вы отвечаете за этот-то дел. Если вы, например, на свадьбе и вы заметили незнакомку, которая с вас не сводит взгляда, это совсем другая ситуация. Поэтому обращайте внимание на окружающую вас обстановку. Какие существуют индикаторы, которые показывают, что женщина в вас заинтересована? Убедитесь, что она хочет установить зрительный контакт. Обычно женщины пробуют несколько раз установить зрительный контакт с человеком, который им нравится. До того, как парень заметит это и посмотрит в ответ. После того, как контакт был установлен, она посмотрит в вашу сторону 2-3 секунды, а затем посмотрит в сторону. И это может повториться несколько раз. Если она рада установить зрительный контакт, подойдите и представьте себя. Следующий совет. Не паникуйте, если она не смотрит на вас. Это вовсе не означает, что вы ей не нравитесь. Может быть, дело в том, что она привыкла к тому, что когда она смотрит, то мужчины слишком настырны. Поэтому можно заметить, что женщины более скромны, когда речь идет о зрительном контакте. Особенно, если она плохо знает человека. Что же делать, когда смотришь девушке в глаза? Улыбайся, просто покажи ей, что ты хороший человек. Это все, что от вас требуется. На мой взгляд, это даже больше того, что мужчина может сделать. Потому что я сам попадаю в ловушку, когда я увожу взгляд в сторону. Так что смотрите в глаза и улыбайтесь. Следующий совет, ребята, когда вы говорите с женщиной и смотрите в ее глаза, не пяльтесь вниз на ее грудь. Вы можете выработать в себе такую привычку не смотреть вниз. Первое, что я рекомендую, это смотреть женщине в глаза и пробовать понять, какого они цвета. Если вы запомните, какого они цвета, то вы сразу попадете в лидеры среди других парней. Далее, задержка взгляда. Когда вы общаетесь с кем-либо и вы позволяете себе задержать чуточку взгляд, это говорит о том, что вы заинтересованы в человеке. Что он вам приятен и привлекателен. Это отличная техника, когда вы общаетесь с девушкой и вам пора уходить. Но вы продолжаете удерживать зрительный контакт и затем улыбаетесь. Мы уже обсудили, куда не следует смотреть, но куда даже следует. Очевидно же, в глаза. Следует делать овал между двумя глазами. Можно уйти немного выше бровей или на кончик носа. Этот овал, это та зона, куда следует смотреть во время общения. Конечно, можно просто переходить от одного глаза к другому, если это для вас проще. Далее поговорим про моргание. Мне иногда говорили, что я очень редко моргаю. Но вы можете моргать слишком часто. Видите, я моргаю. Или если вы моргаете больше 30 раз в минуту, это слишком много. Оптимально это 10-15 морганий в минуту. Если же вы моргаете 5 и меньше раз, это будет казаться очень странным. Люди обращают внимание на такие вещи. Некоторые могут подумать, что вы робот. Мне так говорили. Если вы моргаете слишком часто, люди могут подумать, что что-то случилось. Итак, давайте вернемся к нашим процентам. Я бы хотел услышать от вас в комментариях об этом правиле 50 на 70, если у вас в стране это используют. Но меняется ли процент? Ответ – да. Если у вас короткий разговор, то вы можете спокойно смотреть в глаза больше 50 процентов. А если вы слушаете во время короткой беседы, то можете смотреть в течение всего времени. В коротких беседах проценты могут увеличиваться. Следующий совет – наоборот. Если у вас долгая беседа, стоит ли придерживаться правила 50 на 70? Ответ – нет. Не стоит беспокоиться по поводу правила. Проценты могут уменьшиться, но вы достигнете того же результата. Следующий совет может показаться очевидным, но он иногда ведет к конфликтам в профессиональной среде, когда молодой специалист только начинает работу без навыков зрительного контакта. Если у вас, ребята, это слабая зона, то прокачивайте ее. Так как вы можете работать с директором, у которого не хватает терпения, если вы не смотрите им в глаза. Это может вызвать недоверие к вам с их стороны, несмотря на то, что вы знаете свою работу. Так что развивайте этот навык. Господа, берегите себя, до встречи в следующем видео. Я читаю комментарии и знаю, что когда я снимаю видео с кем-то, то я смотрю на них так, как я бы хотел, чтобы люди смотрели на меня, когда я с ними говорю. Как я смотрю на Джереми или Аарона или других людей из моих видео. Вы пишите, Антонио смотрит на них так, будто он влюбился.